Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Мы продолжаем. Это второй выпуск программы «Абонент доступен». За сегодня в студии по-прежнему работает Анна Смирнова. По-прежнему Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи по скайпу с нами сегодня командир взвода радиационной разведки, ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, писатель, эколог Сергей Мирный. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы видим, что вы находитесь на фоне такой бетонной стены, на которой написано слово «Чернобыль». Где вы сейчас территориально находитесь? Я нахожусь, я вам даже покажу. Я нахожусь в Киеве. Это место, видите, это место называется «Чернобыл-хаб». Вот, это внутренний дворик рядом с офисом «Чернобыль-тур». Вот, этот внутренний дворик был замусорен, мы его расчистили. И вот вчера как раз состоялось его открытие. Была большая пресс-конференция, куда мы пригласили, ну, кроме меня, бывшего радиационного разведчика, еще операторов 4-го энергоблока, оператора 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Одного из ее руководителей в момент взрыва, вот, работника, который делал вот это вот, знаменитые там, водолазы, которые там... Это дайверы, так называемые, чернобыльские. Это, наверное, да-да-да. Вот, и мы комментировали как раз вот события сериала HBO, насколько они соответствуют реальности, наше мнение о фильме. В общем, очень интересно, и презентовали новый тематический тур нашей организации «Чернобыль Тур», который называется «Герои и локации сериала Чернобыль-HBO». Ну, вот, многосерийный фильм «Чернобыль», который сегодня широко обсуждают, вам понравился этот фильм? Это хороший вопрос, и он непростой. И я вам скажу так, вот, то, что я вам скажу, это, как оказывается, более-менее общее мнение вот всех людей, которые, ну, видели эти события, разные моменты этих событий, когда они происходили. И наше мнение, даже рискнул сказать, тут наше, в общем и в целом такое. На данный момент это самое мощное и самое такое масштабное кинематографическое высказывание, кинематографический продукт на тему Чернобыля. И он очень значительен, он очень значительен еще и потому, что он использует доминирующий сейчас культурный формат, формат сериала. То есть именно вот сериалы, большие фильмы-блокбастеры, они производят наибольший, ну, вот, последующий культурный, там, и социальный эффект, да. Вот, ну, и на него работает вся мощь самой передовой киноиндустрии мира, американской киноиндустрии. И поэтому он мощный, и его культурные последствия будут мощными и долговременными, и значительными. И мы стараемся сделать их позитивными. Потому что, к сожалению, невзирая на всю вот эту вот продвинутость подхода, инвестиционную и технологическую продвинутость, к сожалению, он, вот, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, он устаревший за своей концепцией в двух моментах. Он, стилистика изображения вот советских людей там, она такая же, как во времена Холодной войны в американских фильмах, ну, из серии «Русские идут», которые, когда они изображены, ну, карикатурно, по сути. Там просто есть такие идеологии, ну, когда невозможно не смеяться. Ну, типа того, что два члена правительственной комиссии летят там в Чернобыль, и один, там, говорит другому ядерщику, ты объясни мне, как работает реактор, а то я сейчас скажу, солдат, выкинут тебя из вертолета. Не, ну, ребята, это карикатура или как? Это Щербина говорил Легасову в этом сериале, как раз, когда они летят. Ну, я, да, совершенно верно. Ну, и вы же понимаете, что, ну, совершенно не так. И так само вот сидел один из руководителей Чернобыльской АЭС, а потом он после аварии был ее директором, и сидел оператор 4-й энергоблока, и они горели в один голос. Отношения между людьми в коллективе были совсем не такие. Вот, это были, ну, коллеги, профессиональные эти, к уважению. Вот, и, ну, не было такого. Не настолько они были глупые. То есть, там, да, они взяли некие черты, там, Дятлова, там, и других героев, но Дятлова просто они, ну, сделали такого монстром. Да, у него были определенные негативные черты, но это был очень толковый человек, и, ну, он не был таким Щадьямадой, как его там изображают. И что существенно, вот, кстати, они, участники первой ночи, первого дня событий сказали, никто не понимал. Никто совершенно, ну, честно, по-настоящему не понимал. Потому что их, профессионалов ядерной энергетики, этому не учили. Более того, их учили, что это не может взорваться. И они не могли поверить, когда к ним люди приходили, и говорили, что там такие высокие уровни радиации, и что этого реактора нет. Понимаете? То есть, на самом деле, а это же было, ну, как бы сказать, они были на передовой человечества в понимании, вот, что такое ядерная энергетика. То есть, это на самом деле момент ошеломления всего человечества. А тут он передан, что какие-то глупые и трусливые люди. Кстати, трусливых людей там не было вообще. Это точно. Вот. Понимаете? И, ну, и понятно. Вот. Это один момент. И второй. Понимаете, Чернобыльская авария, это было принципиально новое явление в истории человечества. Такое же, как Первая мировая война, такое же, как Холокост. Понимание таких вещей, которые случаются впервые, масштабные, которые меняют историю цивилизации, как показывает, ну, опыт, оно приходит позже. Ну, с опозданием. Это нужно понять, изучить разные части, свести в кучу. И это приходит позже. И вот они, к сожалению, используют, у них нету концепции, вот, Чернобыльской аварии более-менее в полу. И они используют, опять же, уже устаревшую на данный момент концепцию, Чернобыль как поражение. Понимаете? Беспросветное такое, во многом даже, я бы сказал, бессмысленное поражение. В то время, как сейчас, постепенно начинает доминировать, и я сам, ну, тоже занимаюсь, и, ну, сказать, что я, как бы, в передовом отряде этого направления, другая концепция Чернобыль. Чернобыль как преодоление, Чернобыль как урок, как обучение, Чернобыль в каком-то смысле, как победа. Потому что тут же к нам пришли люди, ну, которых вся мировая пресса, и большинство людей считает, значит, что их уже давно нет, что мы умерли давным-давно. Это дайверы? Ведь считают, что их, а что они все погибли через 10 дней после. Да, конечно. Ну, там, смотрите, ситуация, их было трое. Один из них умер через 19 лет в 2005 году, то есть, он полностью себя прожил жизнь. Это инфаркт. Два из них живых, вот, один там не смог прийти, он до сих пор работает дежурным диспетчером Укр... Дежурным диспетчером УкрАтом регулирования. Регулирование. УкрАтом регулирования. То есть, человек вполне себе работоспособный. Вот Ананенко, Алексей Ананенко, который к нам пришел, пришел тоже, ну, к сожалению, он недавно попал в ДТП, но пришел, выступил, рассказал, вот, и все. То есть, когда они пришли, ну, человек, который вышел на работу, Алексей Бреус, оператор 4-го энергоблока, он вышел на работу, первая, послеаварийная смена. То есть, в начале 8-го он уже был на АЭС, в 8-м он вышел на свое рабочее место, на пульт 4-го энергоблока, и проработал там сутки, ну, день до вечера, да? А потом еще два дня на других энергоблоках коллегам помогал там их разглашивать, чтобы там не было аварий всяких, ну, понятно, да? То есть, они все считаются, как он там был, значит, их нет, они умерли давным-давно. Ну, я там, офицер радиационной разведки, тоже там достаточно напряженная была работа. Поэтому, когда я представил, я говорю, сейчас будет воскрешение, я не Христос, но сейчас будет воскрешение из мертвых. Вот вы видите этого, этого и этого. И понимаете, проблема заключается в том, что вот в том травматическом, ну, представлении Чернобыля, вот этих людей нет. То есть, вот есть только там жертвы, пострадавшие, ну, которые очень активны, в том числе, потому что там, борьба за льготы идет. Но на самом деле, по моим наблюдениям, вот чернобыльца, который знает многих чернобыльцев, громадная масса чернобыльцев, ну, чисто по-мужски, прошли профессионально, прошли через Чернобыль, поработали там, чему-то научились, вернулись в свою, до-чернобыльскую жизнь, преодолели там вот эти вот физические и психологические последствия, это было непросто, скажу вам прямо, и продолжают жить вполне полноценную личную и социальную жизнь. Ну, они не лезут к микрофонам, ну, понимаете, на них пресса их не видит. А вот шахтеры, история тульских шахтеров, то есть, история тульских шахтеров, как показана в сериале, вот насколько она соответствует действительности? Ну, скажем так, я не присутствовал при работе шахтеров, но я видел хороший документальный фильм о том, как шахтеры работали. Ну, и там было видно, что на самом деле они работают, ну, не голые до пояса, вот, а, ну, висподнем они работают, выскакивают, там, снимают респиратор, пьют воду, лезут туда опять, и, собственно, они долгу получили, даже не тогда, когда они были в этом туннеле, там была защита достаточно толстого клоя, а вот тогда, когда они выходили на поверхность. Ну, и опять же, понимаете, безусловно, там по-разному бывают, есть часть людей, которые заболели, есть часть людей, которые, ну, я буду говорить прямо, да, которые попились на льготы, вот эти вот, которые давали, там, инвалидам Чернобыля, и это ничего хорошего для здоровья не принесло. А есть часть людей, ну, я знаю, несколько вот шахтеров тоже, которые тоже это дело преодолели и живут. Ну, тут нужно еще понимать, работа шахтера, это одна из самых опасных в мире профессий, опасных и вредных, вот, и поэтому, там у них антрацитоз, ну, то есть в легких антрацит, у них там силикоз, это профессиональные болезни, на Донбассе, там толщина пласта очень маленькая, они там очень много времени на коленках, у них проблемы с суставами возникают, в шахтах жарко, ну, короче, у них просто плохо здоровь со здоровьем по определению, потому что шахтеры, уже во вторую очередь, там, могут делать дозы. Ну, вот вопрос от нашего радиослушателя, он прислал по WhatsApp, Артур вас спрашивает, в конце нашумевшего многосерийного фильма Чернобыль приводится цитата Горбачева от 2006 года, авария на Чернобыльской АЭС была одним из катализаторов развала СССР, вы согласны с этим мнением? Абсолютно с этим согласен, я так чувствовал, я сам участвовал в процессе развала СССР, в силу своих скромных сил, и, кстати, во многом именно потому, что я видел Чернобыль, я видел, ну, чем продолжение вот такой системы управления государством чревато, и я не хотел опять попасть в Чернобыль, только уже ближе к моему дому, и таких людей было очень много, и да, я считаю, что вот война в Афганистане и Чернобыльская авария, это были два события, которые, ну, вот катализировали развал, и, ну, там еще один такой момент, это даже в научных работах антропологов показано, и у нас, и в Венгрии, вот я знаю работы, венгерско-американская исследовательница, люди, страх перед радиацией, переселил страх перед социальной системой, репрессивной, ну, которая, надо сказать, уже была тогда достаточно мягкой, достаточно прогнившей, и вот одна из концепций, которые я продвигаю, что Чернобыль это отец независимости республик Советского Союза, ну, в частности, вашей прекрасной страны и нашей Украины, вот, да. Но этот сериал можно назвать полезным обществу сегодня, как напоминание об этой трагедии в первую очередь? Он безусловно полезен, он безусловно полезен, почему? Потому что он привлек большое внимание, и он сейчас создал площадку, к сожалению, он там, часть мифов, он, так сказать, распространяет и укореняет, укрепляет, но с другой стороны, он создал большую площадку и спрос на информацию о Чернобыле, и вот и я лично, и научное подразделение Чернобыль тут, и все наши гиды, мы сейчас стараемся заполнить вот этот спрос качественной, проверенной, позитивной и нужной людям на самом деле для жизни в современном мире информации. Вот в этом смысле он позитивным, и он стимулирует появление новых художественных продуктов на тему Чернобыля, потому что нужно продолжать осмысливать Чернобыль и средствами науки, и средствами искусства. Насколько продолжительно будет интересно, Ваш взгляд? Трудно сказать. То, с чем я могу сравнивать, это компьютерная игра «Сталкер», ну и потом ее продолжение «Зов Припяти». Значит, они генерировали новые, ну вот я сужу там по, скажем, в частности, по Чернобыльской зоне, по числу туристов. Они существенно увеличили количество туристов, и они интерес, и как бы вот интерес и группу людей, которые приходят к теме Чернобыля через вот эту игру, он тянется во времени, он десятилетия, десятилетия, по крайней мере, отсутствует. Уже прошло пару десятилетий практически, ну почти, вот, и все равно. Оно, да, немножко стихает, но оно не сходит на нет, на ноль. И я думаю, то же самое будет и с этим сериалом. Ну вот вопрос из Фейсбука. Один из наших радиослушателей спрашивает, можно ли почувствовать радиацию, потому что, опять же, в сериале, когда пожарные, первая группа пожарных приезжает к станции, они говорят о привкусти железа. Кстати, вот в том месте, где вы находитесь сейчас, какой уровень радиационного заражения? Или там уже чисто? Нет, ну я нахожусь в городе Киеве, в центре города Киева, тут нормальная. В Киеве нормальная. Да, я вам скажу больше, знаете, как я говорю в турах, в городе Чернобыль до Чернобыльский уровень радиации. Потому что, вот есть 30, так сказать, условно называемая 30-километровая зона Чернобыльское отчуждение, да, она называется, а внутри есть еще 10-километровая зона. Ну, это расстояние от места взрыва. 30 километров это вся большая зона, а 10 это маленькая, наиболее загрязненная зона. Так вот, этот вот пояс между 10-километровой зоной и 30-километровой зоной, там уже уровни радиации пару десятков лет, как вернулись до Чернобыльским значениям, уменьшившись, ну, там было где-то раз, ну, 50 выше. Ну, я просто, как бывший встер-разведке, знаю, сколько там было. А вот в самом центре, допустим, в том знаменитом рыжем лесу, который я мерял, так по сравнению с тем, что я мерял, там ровно в тысячу раз упал уровень радиации. В тысячу раз. Это колоссальное достижение вообще вот этой вот векидации последствий, дезактивации. К сожалению, об этом никто не знает. И в массовом восприятии Чернобыльская зона так же опасна, как она была опасна раньше. А на самом деле вот туристы, которые мы возим в зону, возим в Чернобыльской АЭС, они переезжают вот западный радиационный след, который создал рыжий лес. Ну, через рыжий лес мы едем, да? И бывает и в городе Припяти. То есть, целый день вот в Чернобыльской зоне. Доза, которую она не получает, ну, вот, избыточная доза за время пребывания в зоне, она такая, как за час полета в самолете. Всего лишь за час. В Киеве такую дозу получают, ну, за три дня. То есть, это совершенно нулевая практически в смысле эффекта. Можно почувствовать радиацию? Этот привкус железа, о котором как раз говорили в фильме? Ну, привкус железа, это, ну, это не радиация. То есть, это может быть просто связано, это может быть связано с последствиями уже воздействия чисто биофизического радиации там на разные органы, которые выделяют вот это вот. Ну, это может быть просто следствие стресса, скажем так. Ну, я вам скажу другое, вот просто из, ну, и поэтому сейчас очень часто туристы приезжают, там, вот, подъезжают в Чернобыльское ЕС, говорят, я чувствую, вот у меня там начинается то-то или то-то, или то-то. Это все, знаете, психогенные явления. Ну, они просто знают, что в опасное место и все такое прочее. Вот. На самом деле, ну, а из моего личного опыта радиационного разведчика, я вам скажу так, что единственный, единственный момент, когда я чувствовал радиацию, это я еще немножко застал йодный период, который там был. И вот один из наших разведчиков съездил там в Рыжий лес и как раз очевидно на самую, где больше всего уровня, вот когда он приехал, от него йодом пахло. То есть, а это был йод, в общем, радиоактивный, потому что вдруг неоткуда взяться. То есть, вот в этом смысле, да, вот этот запах радиации. Ну, а, кстати, профессионалы, которые были на ядерных испытаниях, они говорят, что сразу после взрыва пахнет озоном. Ну, и это тоже понятно, потому что в воздухе ионитируется и образуется озон. Ну, больше как-то особо нет. То есть, это все психоенное явление. Какую дозу вы получили при ликвидации? Ну, где-то, за моими оценками, это где-то порядка, там, ну, 30 рентген, скажем так. То есть, это, ну, намного больше, чем у нормального человека, но это находится в пределах радиационной травмы. То есть, такой травмы, ну, грубо говоря, как синяк или как, ну, перелом. Только энергия другая, в случае, там, синяка или перелома, это механическая энергия, ну, а в случае радиационной травмы, это ионизирующее излучение. И существенно, что это те травмы, которые наш организм, если ему, там, ну, минимально помочь, или хотя бы не мешать, да, он сам залечивает, в процессе своей естественной работы. и тут, наверное, уместно объяснить одну такую вещь, которую, там, я обнаружил для себя, уже как ученый-эколог, занимаясь радиационными катастрофами, просто нужно обратить внимание, что на самом деле, вообще, жизнь, когда она зарождалась, то уровни ионизирующего облучения были намного выше, чем сейчас. То есть, еще когда протоклеточки зарождались, протоклеточные, то уже на уровне вот этой клетки был прошит механизм выживания от радиации. И вот я когда изучал, наше тело, это, ну, вообще чудо-совершенство. У нас защита от повреждений от ионизирующей радиации, она прошита на уровне клетки, на уровне ткани, на уровне грана и на уровне всего организма. Ну, и не надо забывать, что мы еще являемся частью общества, которое тоже нам помогает выживать. Но, к сожалению, сейчас из-за того, что нет понимания реальных последствий Чернобыля, у нас общество, СМИ, очень, ну, по преимуществу, оно действует деструктивным образом, понимаете, создавая, риктимизируя вот людей, которые чернобыльцы, вроде меня там, ну, короче, целый ряд, в общем, негативных психологических, культурных, социальных, экономических последствий, которые являются частью катастрофы и которые реально вредят здоровью Чернобыльцев нам больше, чем то, факт получения небольших доз облучения. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, потом вернемся и продолжим наш разговор. Сергей Мирный, писатель, эколог, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС и командир взвода радиационной разведки с нами на прямой связи из Киева. Оставайтесь с нами, буквально через несколько минут вернемся. Микс Ньюз. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Владимир Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня командир взвода радиационной разведки, ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, писатель и эколог Сергей Мирный. Здравствуйте. Добрый день еще раз. Ну вот, Владимир Губарев, советский журналист, который приехал в Чернобыль сразу после аварии, он сказал, что не только ликвидаторы, но и все те, кто прошли Чернобыль, кажется, что мы знаем, то есть он говорит, мы знаем о жизни больше, чем все остальные. И добавил, что после Чернобыля уже ничего не страшно. Согласитесь с этим? С первой частью согласен. Я лично знаю Владимира Губарева, мы с ним в хороших отношениях, мы участвовали вместе в проектах. И да, я согласен, конечно, конечно. Я еще когда был в Чернобыле, будучи профессиональным физхимиком, с университетским образованием до этого, будучи офицером запаса со специальностью командир взвода радиационно-химической и бактериологической разведки, которая учили действовать в полевых условиях до развертывания, в условиях начала Третьей мировой войны. И да, вот это тоже был случай, знания, которые мало у кого есть. Только я когда увидел Чернобыль, я сразу понял, что это принципиально новое знание, и там я очень много узнал о том, как устроена советская, ну на тот момент общество, узнал, как устроена природа, как устроена радиация, как устроен я сам вообще, люди вообще. И да, на самом деле, вот вы говорили, что Чернобыль развалил Советский Союз, и это правильно, потому что в каком-то смысле, ну очень смешно, все говорят, что вот кто там, за километр был рядом с радиацией, и все, уже импотент, да? Так вот на самом деле, ну это конечно неправда, а на самом деле наоборот, вот там большая масса советских мужчин, у которых в общем гнобила их вот эта вот, ну мужчинность, я не хочу сказать, говорите слово маскулинно, советская система, вот там они себя почувствовали мужчинами по-настоящему, понимаете? И это и меня касается, я тогда был тот молодой мужчиной, и вот после этого, ну просто они заматерели, и народ перестал бояться, и вот эти вот мужики, они в итоге, ну я в том числе, вот были тем, одним из передовых отрядов, который снес советскую власть, потому что, ну у них за плечами был Чернобыль. Но страх был, когда ехали туда? Не, ну естественно, страх это только у сумасшедших, вот, но что интересно, что было страха больше, когда я туда ехал, ну то есть я, ну я же профессионал, я уже сказал почему, поэтому, ну страх у меня был, так сказать, управляемый, рабочий, так сказать, страх, вот, но тем не менее были, но как ни странно, его было больше до того, когда туда попадаешь, потому что, и это касается, кстати, вот Чернобыля, и мифов Чернобыля, и их негативных последствий, вообще, да, если у человека есть информация, для большинства людей страх уменьшается, и вот я туда попал, я в первый день съездил, я уже разобрался, а там ты уже, у тебя градация, вот это опасно, а вот это меньше опасно, ну а тут хоть радиация есть, можно вообще остановиться, перекурить, расслабиться, а потом поехал, опять там, где высокие уровни, вот так работала радиационная разведка, и понимаете, что интересно, ну все считают, и справедливо, работу радиационной разведки, в эпицентре такой аварии, ну естественно опасно, но эта работа, будучи радиационной опасной, была очень психологически здоровой, мы всегда знали, на каком уровне мы находимся, ну а потом с опытом, мы уже могли предсказывать, что нас ждет впереди, да, и мы реагировали на эту опасность, физиологически здоровым образом, мы приезжаем, вот когда опытный разведчик, приезжаешь, ну были приборы стрелочные, ДП-5, вот, дезиметрический прибор, вот, вот, и ты его только нажимаешь, измерение, и ты не ждешь даже, пока стрелка останавливается, там просто по скорости, с которой она начинает идти, по шкале, там шкалы разные, ты переключаешь, она-то одна, измерение, и ты видишь, с какой скоростью отклоняется, и ты уже понимаешь, где она остановится, так что, когда она уже останавливается, то ты, ну если большой уровень, то ты уже запрыгиваешь на свою бронированную машину в разведке, а там, чем дальше от земли, тем меньше уровень, и еще, еще там, три секунды, ты уже в нее прячешься, она в три раза, если небольшой уровень, ну там, постояльный, там, вылезли до земли, там, писал данные, то есть, понимаете, вот эта вот опасность, выброс адреналина в кровь, вот, и ты тут же, значит, реагируешь, раз, и движешься, движешься, адреналин разрушается в движении, понимаете, но какими средствами профилактики вы пользовались? Да никаких не было средств, накопители там, и так далее, накопители, хорошие вопросы, да, у меня отец был в Чернобыле, поэтому, я немножко, не, я понимаю, значит, это очень-очень смешная, и очень показательная история, в частности, почему распался Советский Союз, да, вот, Советский Союз готовился к Третьей мировой войне, там, с применением ядерного, термоядерного оружия, и, соответственно, радиационным заражением, и, естественно, что дозиметры были заготовлены на всю армию, ну, и еще и на гражданское население, на большую часть, это были такие, ну, карандаши они называются, такие карандашики, это конденсаторы, которые, если, когда воздух ионизируется, он быстрее разряжается, и там стрелочка отходит, они механически, их там немножко потрусить, а не упаси Господи, ударить, и эта стрелочка сбивается, они практически непригодны, их там выбросили буквально на второй день, это просто бессмысленный сувенир, вся страна, их произвели миллионы, десятки миллионов, вся страна готовилась с ними, вот, воевать в Третьей мировой войне, и только где-то через, там, два-три месяца, вот, ну, на уровень части, начинали попадать вот эти накопители, вот, и я сделал все, чтобы этот накопитель не получить, их не хватало, это было нетрудно, да, почему, потому что они работали, там, на эффекте, ну, те, которые были у нас, пленок, ну, она там темнеет от радиации, ты ездишь, ты ничего не видишь, он тебе не помогает, потом ты его сдаешь, и они там ставят, приборы смотрят, и они были очень ненадежны, точность была маленькая, если он случайно покажет, что ты, или там кто-то из твоих людей получил дозу больше, ну, нам разрешалось, им больше два рентгена в день, это предельно допустимо, если я облучался, то я должен, ну, у меня такого не было, потому что у меня не было такого накопителя, я должен был сидеть, писать объяснительную, что я облучился, мой командир должен, сидеть, писать объяснительную, у меня кто-то, это самое, ну, короче, а потом наказание, что ты переоблучаешь личный состав, поэтому такая вот была история, и дозы, они, вот эти, у меня есть там справка, вот у меня 25 рентген, ну, они так, мы приезжаем с маршрута, мы показываем точки, какие там уровни, ну, и наш начальник, разведательная, по часам затылок, говорит, экипаж получил дозу такую, ну, это просто предмет торга, ну, то есть, были некие типа расценки в дозах, сколько за какой маршрут там, ну, когда какие уровни, ну, и когда там совсем мало, ну, товарищ там майор, ну, что, это же мы в рыжем лесу были, а, да, в рыжем лесу, ну, вот тогда больше, то есть, это все, но, благодаря тому, что я через 20 лет начал там ездить с современными хорошими газиметрами, а уровни радиации упали точно в тысячу рентген, вот благодаря этому я мог, так сказать, мог реконструировать свои дозы, и они, вот моя доза, она действительно, как раз соответствует вот этим где-то, ну, 25, там, плюс-минус рентген, то есть, в пределах радиационной травмы. У нас много звонков, начнем от принимать, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Вот нам показывали, что многие отселенные крестьяне, они вернулись в эту закрытую зону, прекрасно живут, там говорят, что ничего не чувствуют, но рассказывают нам такие вещи, что у них там фрукты, овощи, здоровые, например, помидоры типа арбузов, в лесах тоже растительность необыкновенная, жвери там какие-то, мутанты бегают, и что радиация там через несколько сотен лет, только уйдет. Скажите, а где тут правда, где тут просто мифы какие-то? Спасибо. Да, спасибо. Зона отчуждения, самоселы. Да, понимаю. Значит, смотрите, чтобы делить правду от мифов, я вас приглашаю в Чернобыльскую зону. И вы сами увидите самоселов, и природу, которая там бурно расцвела, вот, и животных, которые, сейчас там, если вы знаете, создан заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, и там экосистема восстановилась полностью, ну, от самых там низших и мелких животных, вплоть до, пришли хищники, рыси, редчайшие животные, волки пришли, и совсем недавно, вот несколько лет назад, появилось несколько медведей. В центре Европы, несколько медведей, это большая редкость. И как эколог, я должен еще объяснить, что присутствие здоровых хищников в экосистеме, это значит, что экосистема здорова, ну, понимаете, потому что они в конце вот этой питательной цепочки, там, олени, лоси, которых там, кстати, много кабаны, они едят траву, а хищники уже едят, значит, вот этих вот травоядных, и поэтому, ну, если бы там были проблемы, то хищникам ничего было бы есть. А там, значит, ну, расплодилось, ну, в огромных количествах. И это, кстати, хорошая иллюстрация, как вот, ну, общества-то у них нет, у животных. Это вот чистый эффект действия радиации на живые организмы. Они там живут и прекрасно размножаются. При всем при том, что там же нету сетки, в общем, между 10-километровой зоной и уже сейчас практически чистой зоной. Вот. То есть они и туда заходят, то есть они получают большие дозы. Никаких мутантов в зоне нет. Я допускаю, что в первые годы на больших уровнях там, ну, могли рождаться какие-то, ну, с отклонениями. Дозы были большие. Ну, оно родилось с отклонениями, оно тут же, пардон, сдохло. И все. И пошло, значит, в питательную цепочку. Поэтому природа самоощущается. Самоселы. Есть исследования, которые показывают, что эти самоселы, которые вернулись вот на свои места, причем они все живут, кроме одной семьи, они все жили в недесятикилометровой зоне. Это нужно подчеркнуть. То есть они жили в менее загрязненных территориях, которые уже одно вернулись к норме. что они пережили своих, так сказать, ровесников, которых переселили. И сейчас такое мнение, что стресс и негативное влияние на здоровье людей от самого переселения, от утери родных мест, от того, что этих жителей края лесов, реки, болот, их в степи переселили. Из сельского жилища деревянного или обложенного кирпичем, это типично для украинского полиции, их переселили в бетонные дома в каких-то там райцентрах или в новых специально построенных поселках в совсем другом климатической зоне. Это все хуже, чем вернуться и жить там. И на самом деле наши туристические группы заезжают, ну, у нас есть однодневные туры, а есть многодневные туры, вплоть до семидневных. Люди в Чернобыль уже ездят в отпуск. И вот во многодневных турах мы всегда стараемся заехать к самоселам, ну, просто их развлечь, потому что, ну, там у них не слишком много общения, до последнего времени было. Они очень гостеприимны, очень рады, очень угощают продуктами всего того, что у них растет на огороде, вот, включая самогонку, вот. И, ну, естественно, все угощаются, я там всегда тоже угощаю, мы им угощения приносим. Все живы, в общем, и это очень позитивные люди, и это очень показательно увидеть жизнь. Они живут так, как жили наши предки. Это очень показательно увидеть. В том смысле, что они все время в прямом диалоге с природой, и, ну, борьба и взаимодействие. Просто для понимания, я прямо в этом понял происхождение слова огород, от слова огородить. Там, для того, первое, чтобы вырастить огород, нужно сделать такую огорожу, которую не только кабан не пролез и не сломал, но и чтобы он ее и не подрыл. То есть, там нужно на полметра закапываться, иначе кабаны подруют, залезут и сидят всех урожать. И поэтому там все вот эти вот поместья, они такие вот, ну, как крепость, высокий, крепкий забор. И вот там они выращивают, и вот, это надо понимать, это надо видеть. Еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Аркадий. Да, Аркадий. Я сам ликвидатор. Я в Чернобыле пробыл пять месяцев, ну, почти пять месяцев. Значит, в 87-м году. Но вот слушаю передачу, она, конечно, актуальная, но у меня вообще, как у человека, который исколесил всю эту зону, станцию, Припять, и все вокруг, немножко складывается впечатление такое, что с нами говорит в первую очередь писатель, а во вторую, со второй стороны дозиметрист, профессионал. Значит, я общался, я вообще по натуре человек любопытный очень, я за эти пять месяцев общался с массой людей и даже разговаривал с одним из пожарных, которые туда ехали буквально в первые часы. Вот. Так что, немножко, честно скажу, немножко неинтересно. По поводу сериала, я его начал смотреть только вчера, не мог себя заставить, потому что я до этого пересмотрел, ну, практически все, то, что было снято и рассказано об этой аварии, там масса неточностей. Например, ощущение радиации. Ну, очевидно, ваш собеседник в курсе, да, что было выброшено три основных элемента, радиоактивный йод, цези и стронций. Так вот, радиоактивный йод в первую очередь действует на щитовидную железу. Я разговаривал с людьми, которых выводили, ликвидаторов, которых выводили, было такое место, там, зеленый мыс. И все ребята, у всех ребят было ощущение такого покрасливания. И во время покрасливания вот это было ощущение металла в горле. Это, как медики говорили, значит, это как бы влияние вот этого радиоактивного йода. Да, какой у вас вопрос, может быть, будет, Аркадий, чтобы Кость мог ответить? Да, хорошо, будет вопрос. По поводу страха, я знал о взрыве на третий день в Риге замерили радиацию. И самое страшное мне было, я и на станции был, и возле саркофага был, самое страшное было тогда, когда ты идешь по пустому городу и ты слышишь шум своих шагов. Вот это было самое страшное. Я хочу у вашего гостя спросить, бывал ли он в Припяти и какое было вот ощущение, когда ты идешь по такому опустевшему городу. Спасибо. Спасибо вам. Как ликвидатор ликвидатор. Да, да, да. Да, ну, скажем, во-первых, я откомментирую. То, что я говорю, это профессиональный взгляд не только дозиметриста и писателя, но я уже после Чернобыля, будучи физхимиком, закончил за границей еще один университет, факультет экологии, науки и политики, специализировался именно в катастрофах. И кроме этого, еще я половину исторического факультета закончил для того, чтобы начать профессионально работать с Чернобылем. И то, что я говорю, это как раз наиболее новое, наиболее комплексное понимание Чернобыля, в котором я интегрировал вот и свой опыт радиационного разведчика и вот эти вот последующие свои систематические знания. вот у нас, кстати, на встрече вчера тут были вот оператор четвертый энергоблок, это люди, которые перенесли легкую степень лучевой болезни. Тем не менее, они вернулись к нормальной жизни, вполне полноценной, позаканчивали еще университеты, поменяли профессию, ну, потому что уже не могли работать в ядерной энергетике. То есть тут, на самом деле, сейчас идет момент слома вот этого культурной парадигмы, извините же, слова, отношения к радиации, переоценка. Мы знаем радиацию всего лишь 100 лет, а это принципиально новое явление с совершенно фантастическими свойствами. И поэтому, естественно, что мы еще, ну, как в массовой культуре это недоусвоили, и это сопровождается массой мифой. А что касается Припяти, да, конечно, я там был, более того, вот, несколько раз мы делали разведку, а потом мониторинг периметра Припяти, как раз при мне вот строился забор, который из колючей проволоки, для того, чтобы мародеры туда не лазили. И я вам скажу, да, это одно из самых, ну, страха не было, но оно просто давит на психику, когда ты видишь новый, красивый, в прекрасном месте построенный город, совершенно пустой, и только белье на балконах вот так вот болтается, ну, потому, потому что я там был в скорости, люди, это же была суббота-воскресенье, люди в пятницу там постирали белье или в субботу, а потом эвакуация, и оно так и осталось и висело. То есть впечатление, что город после нейтронной бомбы, которая, как вы знаете, мало физических разрушений делает, но она убивает вот все живое, по крайней мере, высшие формы жизни. И это, да, это впечатляет. Но это не страх, это просто сильное такое впечатление. Но вы были свидетелем лучевой болезни у участников Черномыльской трагедии? Нет, нет, нет. Я туда попал, почти по счастью, для меня не в первые дни. Вот. И я не, вот среди своих коллег никого не было. Но один мой друг, радиационный разведчик, и, кстати, он сам был радиобиологом по специальности, вот, который попал туда, вот, буквально, в первые дни, он там первым проводил разведку в самом начале западного радиационного следа, буквально вот под южной стеной, все знают северную стену, вот, создание, вот этот провал черный виден, а он под запад, он под южной ехал, с другой стороны. И вот там они заехали, и вот там он хватан, и, судя по всему, у него была легкая форма лучевой болезни, но он тоже лежал там в больнице, перележал, потом эмигрировал, и потом проработал программистом, всю свою жизнь, сейчас вышел на пенсию, живет в Израиле, то есть, мы с ним общаемся. Ну, вот в фильме показано, что Дятлов как раз с лучевой болезнью в московской клинике номер шесть, как раз, он тоже ее пережил, пожарные как раз не пережили, ряд сотрудников, которые операторы станции, и там вот как раз очень так реалистично и страшно показаны последствия лучевой болезни в этом фильме. Видели этот эпизод? Да, да, видел, ну, там тоже не без преувеличений, но, в общем, радостного, мягко говоря, мало в том, что там происходило, ну, потому что это симптомы, это, ну, по сути, токсикоз от продуктов, взаимодействия, вот, ну, наших внутренних жидкостей, нашего организма с радиацией, происходит токсикоз, начинается рвота, это один из первых симптомов лучевой болезни, ну, и потом там были просто случаи, когда у людей просто были наружные ожоги от прямого облучения, то есть, да, там, в общем, трагическая история, но, надо понимать, что это касается очень узкого круга человека по сравнению, ну, со всем количеством ликвидаторов, которых было больше полумиллиона, которые оказались вот в этом пекле в самый, в самый первый момент, понимаете, поэтому ошибочно вот эти вот, эффекты такие, ну, мощные, негативные, красочные, их, так сказать, натягивают на всех ликвидаторов, то есть, ты был в Чернобыле, значит, у тебя должна быть лучевая болезнь, ничего подобного. Ну, что ж, на этом мы сегодня закончим наш эфир, время, к сожалению, подошло к концу, Сергей Мирный, командир взвода радиационной разведки, писатель, эколог и ликвидатор последствий Чернобыльской аварии был с нами на прямой связи, спасибо вам, что нашли время и вышли к нам в программу. Всего доброго, до свидания.